Если кнопка SB3 нажата, переменная SB3 равна нулю, то выходим из этого цикла. Обнуляется дисплей, пишем на дисплее Ready, готовый к измерению. И здесь цикл опрашиваем кнопку, ждем пока она не будет отжата. Здесь у нас, когда нажата кнопка 0, пока переменная равна нулю, крутится этот цикл. Как только мы опускаем кнопку, идем дальше. И вот начинается измерение емкости. Обнуляем переменную Time и условия цикла, пока наше напряжение больше 10,5. Как только оно станет меньше 10,5 вольт, значит аккумулятор разряжен, процесс измерения закончен. Чистим дисплей. Здесь немного нарушен порядок, что здесь как будто должен быть опрос напряжения, только потом преобразование. Но опрос напряжения у нас происходит, где он там. Вот, в конце цикла. Потому что, чтобы цикл мог определить, какое у нас напряжение, достаточно или нет. Здесь преобразуем измеренное напряжение в строку, пишем на дисплее U равно, отравляем строку. То есть U равно там 4, 12 вольт, допустим. Так, здесь я потом покажу в конце, чтобы не отвлекаться. Пока пропускаем, здесь идет отправка в комфорт. Дальше. Переносим курсор по оси Х на положение. По оси Х на седьмую точку. По оси Y на первую строчку. То есть, также на первой строчке остались, но перенесли вправо курсор. И там пишем, что наше время, T равно. И здесь вычисляем время. Время отображается не в привычном формате, как, допустим, часы, минуты и так далее. А в долях часов. То есть, если, допустим, отображается 1,5 часа на дисплее, это значит, что 1 час 30 минут. Это сделано для простоты, чтобы не усложнять. И для, в основном, для того, чтобы график в Хайасме на компьютере можно было легко начертить. Вычислили нашу переменную Time. Перевели ее в часы. Здесь она в секундах. Преобразовали в строку. И отправили на дисплей. Написали в конце H часы. Опять отправляем нашу переменную Time в Comport. Переносим курсор дисплея на следующую строчку. Здесь меряем ток. Измеряем ток, как напряжение, и 12. Вводим коэффициенты. Преобразуем. Преобразуем переменную в строку. И пишем на дисплее ток равно наше значение тока. Отправляем в Comport это же значение. Переносим теперь по оси Х на 7 значений на второй строчке. Пишем С равно. Вычисляем емкость. Чему равна емкость в Ач? Она и равна собственно Ампером током нагрузки, умноженным на часы, которые прошли, вот в течение какого времени происходит разряд. Мы нашу переменную Time в часах, вот она в секундах, мы ее делим на 3600, получаем часы. Умножаем на измеренный ток в Амперах. Получается емкость в Ампер-часах. Преобразуем ее в строку. И пишем на дисплее С равно, там измеренное значение, и в конце АН, Ампер-часы. Теперь посмотрим вот здесь вот что, как отправляются данные в Comport. Как я говорил, слишком часто отправлять их нет смысла, и это получается не очень красиво. Поэтому я сделал вот такое условие. Дальше вот видим, у меня пауза стоит 3 секунды. То есть каждый цикл, вот измерение происходит с паузой 3 секунды. Чтобы увеличить время отправки данных в Comport, я ввел условие. Переменная ToCom. Вот здесь она просто суммируется от 0 до 8. И если она досчитала до 8, то есть прошло 8 циклов, 24 секунды, то переменная Com равна 8, и мы отправляем данные в Comport. Вот в данном случае RS232, PrintString, PrintString, C равно, отправляем значение измеренной емкости, пишем Ампер-часы. И в конце вот обнуляем нашу переменную Com, чтобы она начала считать заново. Паузу здесь, как часто измеряется, происходит наше измерение, я поставил просто 3 секунды. И вот здесь, в конце цикла, происходит измерение напряжения. Измеряем с помощью первого АЦП напряжение, сохраняем в переменную типа FloatU12. Здесь мы ее вычисляем, реальное напряжение. И здесь, к нашей переменной Time, прибавляем 3. Так как у нас 3 секунды, то переменная Time так и считает время в секундах. Вот этот цикл крутится все время. Происходит измерение напряжения и тока, вычисление времени и емкости, отправка данных в Comport, пока напряжение на аккумуляторе не станет меньше 10,5. Если оно стало меньше 10,5, мы выключаем наш шим, n равно 0, устанавливаем длительность импульса, n равная 0, и выводим результат на дисплей. Очищаем, пишем в первой строчке тест закончен, переводим на другую строчку, пишем, что емкость равна, вычисляем наше значение, хотя я не помню, зачем тут это сделано, по идее переменная C и так имеет значение конечной емкости. Ну ладно, несут. Пишем это значение на дисплее, добавляем ампер часы и отправляем слово стоп, что измерение завершено. Дальше идет цикл опроса кнопки ОК, то есть на экране будет отображаться вот эта надпись, пока мы не нажмем кнопку ОК. Как только SB3 стала равной 0, то есть кнопка нажата, выходим из этого цикла и возвращаемся в главную программу. Итак, макрос, калибровки. Здесь мы просто измеряем прямое напряжение на ЦП, никакие коэффициенты не вводим и регулируем нагрузку. Ждем в этом цикле, пока кнопку ОК отпустим, устанавливаем длительность импульса ШИМ в начало, N равно 0 или N равно 1 и дальше идет основной цикл. Пока не нажмем кнопку ОК, он будет крутиться. Устанавливаем скважность, в смысле длительность импульса, единица, держим паузу, допустим, 500 миллисекунд, дальше измеряем и выводим эти значения на дисплей. Опять же, как и в предыдущем макросе, очищаем дисплей, измеряем напряжение на ЦП1, преобразуем его в строку, без всяких коэффициентов и отправляем на дисплей. У12 равно, а, вспомнил, У12 это обозначает, что напряжение на 12-ти вольтовой линии. Как я говорил, этот проект был разработан для тестирования блоков питания ТХ, то есть у меня были переменные еще У12, У5, У3, и У3, также токи У12, и У5, и У3, и У3. Ну, вот это оттуда и осталось. Итак, пишем, что напряжение 12 равно и отправляем нашу строку. Дальше измеряем ток, измерили, преобразовали, отправили, и равно, отправили ток. Дальше переносим курсор на следующую строчку и преобразуем в строку уже нашу переменную N, то есть скважность импульсов. Отправляем, пишем N равно, отправляем, ну, просто для справки. Опять пауза, здесь идет опрос всех трех кнопок. Первые две нужны, чтобы вверх и вниз, чтобы определять, надо нам прибавлять значение N или не надо. Третья кнопка определяет, завершен цикл или нет. Если мы нажали ОК, то все, калибровка закончена и выходим. Если мы нажали кнопки вверх или вниз, то, соответственно, значения N прибавляются, убавляются. То есть вот в этом цикле мы зашли, измерили напряжение и ток при минимальной нагрузке, записали их, измерили напряжение и ток реальной, который показывает реальные приборы, подключенные к аккумулятору, записали их, потом увеличиваем нагрузку, прибавили там N, допустим, 10-15 единиц, опять записали то, что на дисплее и то, что на приборах. Потом в Excel мы эти все графики, все значения расставляем по столбикам и находим коэффициенты. Закончили измерение, если нажали кнопку ОК, обнулили N, выключили нагрузку. Вот и все. Итак, посмотрим во флокоде как это все работает. Запускаю симуляцию, начальное изображение. Выбираем, что будем тестить аккумулятор или проверять, делать калибровку. Давайте будем делать калибровку. нажимаем ОК и заходим. Видим, что АЦП у нас выкручены, уровно 0 и равно 0. Допустим, вот так вот пусть будет ток на аккумуляторе, то есть напряжение на аккумуляторе, напряжение на АЦП показывает 1,34, ток на шунте показывает напряжение 1,64 при минимальной нагрузке. Записали эти значения, записали показания реальных приборов, начинаем прибавлять нагрузку. Нажимаем АП, видим, растет число М и растет скважность импульсов, то есть увеличивается опорное напряжение у нас на источнике тока, увеличивается ток через нагрузку. Там ток как-то увеличился, записали эти значения, записали показания реальных приборов. и так далее продолжаем еще на несколько ступеней увеличили ток в нашу переменную N записали эти показания, записали эти и так далее и так до уровня тока который будем считать максимально ну в данном случае у меня там порядка 5-8 ампер довели до него записали эти показания и нажимаем кнопку ОК все, вышли из цикла обработали данные в Excel или рассчитали эти коэффициенты по любому другому способу но рекомендую все-таки в Excel потому что может быть некоторая нелинейность на малых и на больших токах в Excel когда построите графики это все будет видно я сейчас наверное не буду делать урока по расчетам в Excel если вам это реально нужно то попросите в комментариях тогда я сделаю урок по расчетам в Excel так следующий режим измеряем емкость аккумулятора попробуем нажимаем ОК оп не прокатило потому что напряжение на аккумуляторе вот здесь вот выставлено у нас сейчас маленькое он не заряжен выставим напряжение побольше нажимаем ОК опять маленькое увеличиваем ОК вот наконец-то то есть вот сейчас вот видим шим сигнал нулевой значит и ток там будет минимальный ну там может 10-50 мА начинаем устанавливать ток разряда нажимаем на кнопку UP у нас увеличивается скважность импульсов и тут соответственно растет измеряемый ток допустим там 5,98 А выставили или уменьшили ток какой надо поставили давайте сейчас для наглядности поставлю побольше 20 А чисто для наглядности и нажимаем кнопку ОК все пошел цикл измерения вот мы видим идет пауза на дисплее отображается наше напряжение на аккумуляторе время которое прошло в часах ток разряда и измеренная емкость как только пройдет 8 пауз программа отправит данные в компорт вот видим 8 пауз прошло в компорт перешли данные с последними измерениями напряжение время ток емкость 8 измерений прошло и в компорт опять отправлены данные на основе их строится график вот напряжение у нас на аккумуляторе аккумулятор разряжается напряжение падает там 13 11,5 вот видим что напряжение упало меньше 10,5 вольт значит аккумулятор разряжен нагрузка у нас шим сигнал пропал нагрузка отключилась на дисплее показывает последнее измеренное значение емкости пишут что тест закончен емкость равна 0,39 ампер часа слово стоп отправляется не на дисплей а в компорт я там невнимательно посмотрел здесь на дисплее висит такая надпись пока мы не нажмем кнопку ок в компорт отправлено значение стоп и так вот мы посмотрели емкость нажали ок и вышли из цикла опять в наше главное меню на этом с программой во флокоде все так ну еще пожалуй последний момент опять же сделаю акцент на том что всегда проверяйте частоты соответствия какие у вас выставлены здесь в программе в компорту какая скорость передачи данных 9600 какая такая же скорость должна быть и в приемном устройстве на компьютере также 9600 если выставили здесь другую то меняйте и там лучше здесь ничего не менять обычно это все нормально подходит и опять же проверяем частоты кварц в данном случае 8 мегагерц значит кварц в реальном железе должен стоять на 8 мегагерц либо внутренний генератор на 8 мегагерц если проверяем в протеусе то в протеусе ставим частоту 8 мегагерц всегда это помним и наша цель это отмега 8 ок компилируем смотрим вся программа заняла у нас 6 килобайт в отмеге 8 8 килобайт свободной памяти то есть все влезло все нормально это отмега работаю и Продолжение следует...